Тельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на апрель месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И, конечно, в конце месяца мы возьмем карта совета, что вам высшая сила советует, как себя вести, чего нужно остерегаться, нужно что-то поменять. Давайте посмотрим и начнем расклад ваш. И первая карта для вас, Тельцы, на начало месяца, это карта Семерка мечей. Карта Семерка мечей говорит о том, что остерегаетесь уже в начале месяца от каких-то энергетических вампиров. Эти люди те, которые вы допускаете рядом, это те люди, которые вы рассказываете свои цели, свои возможности, какие-то свои достижения. Поэтому не нужно никому все рассказывать, потому что и поэтому у вас ничего не случится и не поменяется. Здесь нужно вам посмотреть, кто есть вокруг вас, вы должны понимать, с кем вы должны общаться, кому дать возможности быть рядом с вами. Давайте посмотрим карта. Карта, вот вторая карта на начало месяца. Про что у нас это говорит? Башня. Башня говорит о том, что у вас идут как-то внезапные разрушения. Здесь как-то идут страдания, какие-то перевороты, когда вы не ожидали. Но я хочу сказать, что эти перевороты, которые в вашей жизни, вы сами виноваты. По этой карте мы говорим, что то, что случается в вашей жизни, это по вашей вине, потому что вы как будто не хотите. Хотя, может, вы видите люди, что хитро со стороны вас, как-то обсуждают, говорят. Вы как будто это можете даже чувствовать, видеть, но вы не хотите сделать какой-то выбор. Вы как будто сами себя разрушаете. Для некой тарея может быть сказать, что вы должны какие-то свои стереотипы, какие-то ваши привычки, какие-то свои страхи, неуверенности, и решать что-то, какое-то решение принять. А не сидеть в это, когда у вас разрушается ваша энергия, ваши силы уходят. Давайте посмотрим следующую карту для вас, тельцы. Что говорится? Четвёрка мечей. Четвёрка мечей говорит о том, что для некоторых может быть какие-то проблемы по здоровью. Здесь может быть, что какие-то спина, здесь есть какие-то, поэтому у вас энергия и уходит. Для некоторых здесь происходят эти разрушения, эта трансформация, которую вы не проходите, даётся пауза для того, чтобы вы обдумали, чтобы вы понимали, что всё-таки вы приняли это решение. Вы себе уже понимали, что даже что-то случилось в прошлом, даже какие-то перемены, вы должны идти вперёд, потому что всё-таки в прошлое не будете жить, вот настоящее и будущее. Вы должны себе ставить новые цели. И для этого у вас в начале месяца даётся эта пауза, даётся для того, чтобы вы обдумали, чтобы вы не разрушали себя изнутри. Давайте посмотрим следующую карту на середине месяца, за что вам высшие силы. Разрушайте свои страхи, как я сказала, карта и подтверждает. Переборите ваши страхи, отпускайте что-то из прошлого, потому что вы не можете дать возможности прийти новой в вашей жизни. Вы себя сами разрушаете, вы сами себя закрываете в глаза и не даёте себе возможности. Вот здесь нужно преодолевать вот эти, не нужно ожидать, что какое-то чудо в вашей жизни изменится. И всё-таки вы должны бороться для этого. Давайте посмотрим следующую карту, что говорит для вас, мои дорогие тельцы, десятка мечей, десятка мечей разрушения, вот это разбитое состояние. Вот вы знаете, здесь может быть даже касается, вы сами себя разрушаете, вы сами себе даже, вот были какие-то прошлые ситуации, для некоторых может быть, что разрушились отношения, вы до сих пор не можете это отпускать. Вы до сих пор находите в паузе, вы не хотите пройти эти перемены, эту трансформацию, поэтому вы до сих пор разрушаете вот это состояние ваше. Поэтому постарайтесь вот это перебороть, потому что как бы эти карты не очень хорошие для вас, мои дорогие тельцы. Конечно, это общий расклад, вот это конечно не для всех совпадает эта информация, но всё-таки обращайтесь внимания. Следующая карта, карта императора, вот именно на середине месяца нужна ваша уверенность, нужно, чтобы вы себя контролировали. Знаете, даже более вот строгость, но здесь как бы умеренно, вот вы должны как-то решать для себя, поставить вот точки, что вы хотите, потому что вас показывает человека, когда знает, что хочет, который может контролировать, который может быть уверен в себя, но всё-таки вы сомневаетесь в себя, вы всё-таки не хотите вот эту паузу пройти, вот эту возможность начать чего-то новое. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, что для вас, мои дорогие тельцы, это десятка пентаклей. Десятка пентаклей показывает ваш фундамент, ваше отношение. Для некоторых может быть это разрушение семьи, и вы до сих пор не можете это отпускать. Для некоторых это может быть то, что эти стабильные отношения, которые у вас на протяжении, ну, может быть, до 10 лет, я хочу сказать, то, которые разрушались, вы этого пока не можете пройти, хотя вы всё-таки уверены в себя, человек, что вы должны, но вы это не можете отпускать. Для некоторых будет касаться даже уже в конец именно вашей стабильности. Может уйти в работе, для того, чтобы вы прошли эти моменты тяжёлые. Может ваша работа, ваша стабильность и ваши финансы в этом помогут. Знаете, не то, что финансы помогут пройти, но хотя бы вы будете себя в чём-то, знаете, уйти в что-то, в какая-то сфера, и для вас это будет легче пройти, у вас какое-то занятие будет, не то, что вот эти страдания. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это карта двойка мечей. Пройдите трансформацию, закрывайтесь, закройте что-то из вашей жизни, завершайте. Для некоторых может быть, может то, что вот после то, что вы прошли, вы не можете дать возможности новой, построить что-то стабильно. Всё-таки вы закрываете. Но знайте, что высшие силы даёт вам возможности построить что-то новое. Но вы, если сами закрываете, знаете, какая-то ситуация, когда до двери, да, будут стучать, а дверь всё-таки закрыта, да, как наша душа закрыта, и мы не можем пройти вот эти испытания, да, эти предательства, мы не можем отпускать. Поэтому вот, как эта удача придёт, ну, к вам, так она и отвернётся, вот уже в конце месяца. Постарайтесь не закрывать себя. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы для вас советуют, да, что вам о ней говорят. Колесо фортуны. Фортуна уже на конец месяца апреля на вашей стороне. Даёт возможность, новые цели, успех на вашей стороне. Постарайтесь начинать что-то новое, потому что это ваш шанс для того, чтобы вы вышли из этой состоянии, которое находится и в начале, и в середине. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.